Всем привет, мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, Нейл Мастерская, Чешевский Кот. Слушайте, что-то давно у нас не было новинок от торговой марки Росси. Извиняюсь, исправляюсь. Здесь торговая марка Росси, их новая линейка Гирилаки Тачев Бьюти. Ну что, поехали? Вы все прекрасно знаете эту марку Росси. Раньше мы показывали эту марку, и мы с вами ее рассматривали. Она была в таких прикольных пузатых флакончиков, похожих на бильярдный шарик. Девчонки Россики выпустили новую линейку. Она состоит из около 25 цветов. Она называется Тач Бьюти. Смотрите, что хочу отметить сразу. Ну, мне очень понравился флакончик. Очень-очень понравился флакончик. Но! Я считаю истинным зашкваром, я не побоюсь этого слова, клеить этикетки. Особенно клеить их криво. Уж лучше сделать какой-нибудь ненавязчивый принтик на самом зупырьке, но не клеить наклейки. Плюс, я считаю истинной неправильностью, да, что у Росси в коллекции Тачев Бьюти номер один. И он ближе к попе флакона спереду. Хотя на крышечке есть потрясающее количество места для того, чтобы туда эту выкраску впендюрить. И можно даже просто номер, можно даже не красочную выкраску, потому что полиграфия уровень бог вообще фактически у всех компаний. Итак, это фактически все протензии по поводу флакончика и всего остального. Девчонки, 10 мл флакон. Производство Китай, Китай заводской. Вы все прекрасно знаете, что у нас есть два вида Китая. И не надо бояться этого слова, да. На бутылочках есть состав. На бутылочках есть вот здесь вот сроки годности. Что хотелось бы сказать. Ребята очень долгое время разрабатывали эту коллекцию. И в скором времени эта коллекция будет пополняться. И пополняться будет идеальными однослойниками. То есть, как вы понимаете. Я надеюсь, что скоро я буду работать еще и на розсиках. Итак, что хочется отметить дальше. Во-первых, очень красивый флакон. И его очень удобно держать. Он очень устойчивый. Плюс, мне нравятся длинные крышки. Кстати, те, у кого наилпориш дисплей, встают как родные воспе. Поскольку я работаю с длинными ногтями, мне оно нравится. Что мне нравится еще? Мне нравится мягкая, длинная, не очень широкая кисть. С небольшим эффектом расплющивания. Что мне не нравится? Мне не нравится очень узкое горло. Мне не нравится запах. Поскольку запах, когда ты открываешь флакон, достаточно резок у некоторых цветов. Давайте посмотрим. Первый цвет это будет L2. У меня их всего 8. Девочки, 8 мне по многу не дают. Давайте нанесем. Посмотрим, как плющится кисточка. Я набираю среднюю каплю, что эта кисточка может в себя взять. Посмотрите. Расплющивание у кисточки среднее. Это как раз расплющивание, больше подходящее к торговой марке Эйми. То есть это удобно. Гириллак имеет среднюю степень самовыравнивания. Кисточка для него можно было и помягче. Но с этой кистью он тоже работает достаточно хорошо. Можно назвать его спокойно полутораслойником. Девочки, спокойно полутораслойником. Просушка 30 секунд гибридной лампы. Посмотрите, я сейчас наношу второй слой. Я выжила кисть. Выжила кисть. И параллельными движениями, параллельными, девочки, я наношу гириллак. Второй слой перекрывает и нивелирует все косяки первого слоя. Самовыравнивание очень быстрое. По дисперсии базы данная гелькрасочная консистенция не будет кататься. Л-16. Л-16, девочки, это черный. Причем, посмотрите, консистенция черного идет более пастообразная. То, что я люблю. Но я не уверена, что эта пастообразная консистенция будет работать с этой кистью. Давайте нанесем. Девчонки, он не такой высокопигментированный, как хотелось бы, да? Вы все знаете, я за лютую пигментацию. Но, как хороший двухслойник, он пойдет. Но кисть все-таки с данной консистенцией работает, ну, плоховато. Дублируем фактически таким же слоем. Да, вот второй слой. Девчонки, пока они для меня, ну, назовем их так, по совокупности полутораслойники. Хотя черный мог быть и по пигментированнее. L-17. L-17, девочки, это белый. Белый, тянущийся, кипельно-белый, но теплый белый. В нем нету добавления вот этой вот синьки, как мы ее называем. Давайте нанесем. Девчонки, белый достаточно разжиженный. Но самовыравнивание делает за него большую часть работы. Хотя я бы дублировала во второй слой. Но можно подождать буквально 5 секунд. Но, как вам сказать, запах тоже достаточно резкий. Не пожелтел в лампе, что имеет огроменный плюс. Давайте его продублируем. Да, вот второй слой. Как по маслу, как по меду, все потрясающе. Единственное, что, девочки, ждите обязательно, пока он самовыравняется. Номер L18. Девочки, это очень красивый ярко-фиолетовый цвет. Тоже такая достаточно тянущаяся консистенция. Давайте нанесем. Ну, вот этот вот однослойник прямо идеальный и даже растирочный, девочки. Работает кисть с консистенцией идеально. Наносите минимальные слои, чтобы у вас не было никаких бугрений и кенгурений. Не хочу его дублировать, ибо жалко материал переводить на пластмассу. Номер L19. Девчонки, это неончик, разбеленный немножечко неончик. Он не подтягивающийся, это обрывающаяся консистенция. Давайте его нанесем, а заодно и посмотрим, будет ли он вылинивать в лампе. Ух ты, иди же, пассатижи. Девочки, не давлю на кисть. Кисть идет параллельно к поверхности, моментально самовыравнивается. Очень плотный, очень пигментированный. Немножко, девочки, совсем чуть-чуть он вылинивает в лампе. Давайте нанесем. Видите, да? Немножко, чуть-чуть вылинивает. Я сейчас дублирую фактически растирочным слоем. Двадцать третий. Закрывайте глаза, девчонки. Это умопомрачительное, неописуемое. Вот такая вот розово-зеленая пастельно-неоновая гадость. Он очень красивый. Девчонки, чтобы добиться именно передачи такого цвета, его надо наносить на белую подложечку, естественно, как вы понимаете. Давайте я его нанесу. Он очень ярок. Он идеально ярок. Он безумно ярок. Он сумасшедший ярок. Но все-таки на натуральных ногтях клиента он слегка сбивается с него. Это спесь, поэтому наносите на белую подложку. Он фактически не вылинивает, девочки. Вот этим он мне понравился. Этим этот цвет меня покорил. Давайте я сейчас отожму кисточку, вообще фактически насухо, и продублирую. И вы посмотрите, что он фактически не вылинил. Вот здесь он прелесен. Он просто прелесен. Любимец, любимец. Я им поработала, девочки. Ну, я уж, по-моему, вам об этом говорила. Любимец. Прекрасен. Идеален. Немо-немошный. L24. Как вам сказать? Недотифанный Тиффани. Я не могу описать этот цвет, потому что для Тиффани это гадина очень яркий. Ну, он очень ярок, девочки. Очень ярок. Простообразная консистенция. Советую немножко с кисти пододжать. Уйди отсюда, гадости, грязь. Смотрите. Ля-ля-ля. Вот поэтому я вам говорила, поджимайте немножечко кисть. Отжимайте ее нахрен, потому что это растирочный однослойник с прекрасным самовыравниванием. Вот такая вот прелесть. И последний оттенок на сегодня, девочки, это L25. Девчонки, это, как вам сказать, это классический оттенок, потому что в нем нет никакой конгениальности вообще. Это резко голубой. Будем называть его так. Поскольку есть томно-голубые, есть серо-голубые. А это тут просто вот голубой, голубой. Давайте его нанесем. Я советую вам тоже достаточно хорошо вытирать кисть, потому что он тоже, девочки, растирочный однослойник. Вот я его сейчас тут растирательствую. И с консистенцией эта кисть вот с этой работает идеально. И я не буду его дублировать, мне жалко материал. Девчонки, я сейчас вам презентовала, и спасибо большое торговая марка Росси за то, что доверяете трямушке, новую линейку гидлаков Росси, которая называется Touch of Beauty. В этой коллекции 25 оттенков. Большинство из них, будем называть их полутораслойниками. Есть не очень удачные оттенки, но палитра будет пополняться, по заверениям торговой марки Росси. Есть промахи с упаковкой. Да, они есть у всех. Но, по крайней мере, есть цвета, которые идеальны, которые, например, для меня в других торговых марках были не очень-таки такими и однослойными. Не очень понравился запах, но достаточно порадовала пигментация. Напоминаю, что гель-лаки трехфазники наносятся на базу, покрываются топом, имеют липкий слой. Также напоминаю для девочек, кто живет в Петербурге, Росси, это торговая марка вашего города. И у них есть центр обучающий, где вы сможете приехать, попробовать, понюхать, пощупать и залезть в баночки и посмотреть, что да как. Поэтому я думаю, что эта информация для вас важна. Ну, а кому понравилось, кто хочет и дальше посмотреть на коллекцию Touch of Beauty, ставьте лайк, обязательно. И пишите в комментариях под этим видео, что вам очень хочется посмотреть дальше. Может быть, Росси соблаговолят после такого моего обзора предоставить дальше вам на выкраску коллекцию Touch of Beauty. Ну, а на данный момент у меня все. С вами была Юлия Лупшина, наилмастерская Чеширский кот. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Будет много интересного. Всем привет, мои ногтевые феечки. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok